Знак стабильности Земли Знак стабильности Земли, изменение роли Архангела Михаила, плановая турбулентность. Сегодняшняя дата в Архангельском календаре. Есть больше информации, доступной в аркеангельский календарь.ком. И пожалуйста, не забудьте лайкнуть, комментировать, делиться и подписываться. Гая продолжает прыгать вокруг и сейчас находится в доминирующем положении Земли. Это означает, что она собирается совершать очень реальные вещи своей божественной рукой. Она находится в гораздо лучшем контроле, чем и в течение многих тысячелетий, и тот факт, что она так часто перемещает элементы, свидетельствует о ее стабильности, а не о ее нестабильности. Ритмы, которые она раньше показывала, были катализатором контроля и не были ее дизайном. Ее освобождение напрямую связано с освобождением Луны, которая была главной причиной, почему это происходило. Мы узнаем все больше и больше о параметрах Гаи Натери и очень рады сообщить, что ей гораздо комфортнее в собственной коже, чем когда-либо прежде. Как указано в чистом письме Н, на сегодняшнем календаре «Восход Михаила» настал перед нами, и именно здесь мы обычно проводим полный брифинг о предстоящих событиях на следующие девять дней Архангела. Этот рассвет Майкла, как и последние два, принес нам много изменений в процедуре. Сегодняшнее событие ничем не отличается, поскольку Майкл решил вернуться в режиме реального времени и отправить Архангела Азриэля на его место. Это говорит громче, чем все, что он мог бы сказать, поскольку сейчас мы находимся в эпицентре тех движений, которые нам необходимо предпринять, чтобы раз и навсегда освободиться. Как мы упоминали вчера, будет ощущаться внезапный шок, и он проявится как довольно сильная группа землетрясений, которую не следует путать с подземными битвами на Агарте. Как только вы достигнете семь над шкалой Рихтера, можно с уверенностью сказать, что это естественное движение. Это также очень синхронно с движениями Архангельского календаря и, основываясь на предыдущем опыте, указывает на резкое и внезапное изменение. У нас впереди насчет запланированной турбулентности, и очень важно повторить, что это задумано. Во время катания на американских горках нечего бояться, потому что вы знаете, что он был разработан высококвалифицированными инженерами. Он не меняет взлеты и падения во время поездки, он просто позволяет вашему подсознанию чувствовать себя непринужденно, зная, что это безопасно, независимо от того, что происходит во время поездки. Я много раз заявлял, что во всех расах, людях и вещах есть хорошее и плохое. Сюда входят даже самые ужасные расы, в которых есть невероятные личности, как на Земле в наши самые темные времена. Было найдено обратное, и мы обнаружили предателя среди очень преобладающей звездной расы. Мы все знали об этом существе, но до сих пор это считалось легким раздражением. Я не буду проветривать грязную прачечную нашей команды, но это возможность усилить необходимость сверяться со своим внутренним «высшим я» во всех ситуациях, когда необходимо развлечение. Нет более великого учителя, чем ваше внутреннее «высшее я», поскольку он единственный, кто может видеть вашу перспективу своими глазами. Современные инструменты. Следующие инструменты будут доступны только до отметки следующего Архангельского дня, официальный пост следующего дня, если вы поймете это позднее. Вы можете использовать текущие ежедневные инструменты для предыдущих заданий. Представьте, что вы используете эти инструменты с чистым сердцем и чистыми намерениями. Просто запомни фантазию плюс эмоции, даст тебе лучшие результаты. Предупреждение всем, кто пытается уступить недостойным, эти вещи имеют свою волю. Пожалуйста, запомните, что вы хотите оборудовать. Мы претерпели большие изменения, и поэтому инструменты, основанные на оружии, могут быть вставлены в землю, чтобы вызвать загрузки. Активный, пассивный и агрессивный в любой точке Вселенной. Команда Violet Flame перешла на 6 секунд 3. Мы прогрессируем, но пока не выбрались из леса. Команда «Фиолетового пламени» выглядит следующим образом и не имеет определенного порядка. Архангел Жермен, Архангел Ансель, Архангел Бриатус, Архангел Эммануил, Архангел Аев, Архангел Батколь, Архангел Агла, Архангел Газерел, Архангел Гализур, Архангел Сервиль, Архангел Вархмель, Архангел Махмеди, Архангел Аишма, Архангел Татрасель, Архангел Адуникель, Архангел Аданай, Архангел Нуриэль, Архангел Харахил и Архангел Ширвель. У каждого инструмента есть класс настроек, ниже – легенда о классе настроек, расположенная в верхней части каждого назначенного метафизического инструмента. Пассивный – равно нет необходимости использовать или вооружать. Он будет работать сам по себе, когда вы примете его присутствие. Все, что вам нужно сделать, это дать разрешение, и оно будет действовать от вашего имени. Активный – равно намерение, необходимое для использования. Агрессивный – равно атакует, прежде чем что-либо может причинить вам вред. Активный – легендарный меч Архангела Михаила может справиться с чем угодно, поскольку он абсолютно всемогущ, нет такого уровня сознания, которого можно было бы достичь, если бы он не мог пробиться сквозь него. Это также удивительное оружие против электроники и технологий, поскольку оно может превзойти любые схемы. Пассивный – активный и агрессивный. Сияющее поле Архангела Исака очень похоже на силовое поле Магнитаса и реагирует на любую форму жизни, либо любящей энергии, либо трансмутационным взрывом огромной силы. Пассивный и агрессивный. Мечи изобилия Архангела Льва – пассивный и агрессивный атакующий меч, обладающий полной собственной волей. Не пытайтесь уступать вообще, вы будете только мешать, экипироваться и уходить. Пассивная и агрессивная короткая дистанция. Сфера Архангела Барухеля прекрасно помогает заживлению старых ран. Этот шар идеально подходит для поддержки ваших мечтаний и амбиций, но он также может сбивать существа в другую галактику, когда это необходимо. Пассивный и агрессивный. Меч судьбы Архангела Мармарота – безусловно, эффективный инструмент трансмутации временной шкалы. Этот инструмент очень похож на инструмент Лео, так как он настроен и забыт. Просто дайте разрешение, и он сделает все остальное, или принесет его самостоятельно, для достижения отличных результатов. Пассивная и агрессивная короткая дистанция. Вращающиеся лезвия Архангела Балтиола могут помешать любому бедствию, которое вы можете испытать, и могут также держать всех ваших врагов в страхе. Вращающиеся лезвия очень активны, будучи экипированы мечом Мармоца, могут кардинально изменить нашу повседневную жизнь путем манипулирования временными рамками. Пожалуйста, обратите внимание, что следующие три инструмента предназначены для использования в комбинации. Они отправлены нам, чтобы помочь нам поддерживать наши физические тела. Пожалуйста, продолжайте использовать этот инструмент ежедневно, мы начинаем устранять энергетические блокировки, окружающие изобилие. Если вам нужна помощь и с использованием следующих инструментов. Представьте себе золотые слитки, используя жезл Архангела Ариэля, и подожгите их, используя мечи Архангела Насра Гелия и Архангела Исрафила. Я говорю, представь себе золото, потому что Гарри контролирует золото и наличные деньги, ну ты знаешь эту историю. Кроме того, Галактическая Федерация торгует золотом, и манифестация этого метода также соответствует их валютным методам и любой божественной валютной системе. Активный, жезл Архангела Ариэля, помогающий вам вызвать любую необходимость, которая может у вас возникнуть. Это прекрасный и удобный инструмент, когда он установлен. Активный, агрессивный и пассивный лонг и шорт рейдж. Пылающий меч Архангела Исрафила может защитить вас от всего, что направлено на вас в макро- или микромасштабах. Это также может ускорить время, когда то, что вы хотите проявить, будет реализовано. Активный, агрессивный и пассивный лонг и шорт рейдж. Пламенный меч Архангела Насрагеля может поставить любую отрицательную энергию на колени. Он также обладает способностью устранять любые препятствия на пути чего-либо, что вы хотите проявить. Пожалуйста, обратите внимание, что следующие три инструмента являются методами лечения и могут быть отправлены удаленно любимым. Пассивная и агрессивная короткая дистанция. Сияющие лучи здоровья Архангела Калезеля отгоняют все болезни и недуги. Он также может помочь в восстановлении уже причиненных заболеваний, его можно направлять в массы людей, а также в отдельных живых существ. Пассивная и агрессивная короткая и длинная дистанция. Сияющие сострадания Архангела Тилеля посылает искреннюю любовь всем о пределах вашей юрисдикции. Это питательный аспект исцеления, и он обладает невероятной теплотой. Лучше всего привести это к спокойствию. Активный, лечебный посох Архангела Рафаила – всемогущая целительная сила, которая действует постепенно или интенсивно, в зависимости от того, как вы ее получаете. Он считается лучшим инструментом общего лечения. Назначение. Следующее задание действительное в любой день, поскольку мы вне пространства и времени, и они по-прежнему остаются совместными усилиями, независимо от того, когда вы их администрируете. Хотя для обеспечения точности убедитесь, что вы используете современное вооружение. Особенно, если вы видите это через 30 или более часов после того, как это было первоначально опубликовано, пожалуйста, используйте вашу интуицию. Один. Поговорите с Гайей и дайте ей ответить. Это имеет решающее значение для вашего выживания. То, как животные слышат ее нежный шепот, так сильно тебя. Независимо от того, какого уровня сознания вы достигли, вы напрямую поддерживаете Гайю. Лучше всего практиковать тонкое искусство общения с Матерью Природой, прежде чем оно станет ключевым для выживания. Поговорите с Гайей, не ожидайте ответа и позвольте ей общаться через ее физическую природу. Например, если вы спрашиваете о статусе Земли и видите трех птиц, ваш ответ есть. Продолжайте делать это, пока взад и вперед не будут плавными и настолько частыми, что это будет похоже на разговор. Два. Мы добились поразительного успеха в стабилизации энергичного перетягивания каната в более высоких измерениях, и это было немалой задачей. Продолжайте. 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 До встречи. Частую. Продолжайте. дни вперед.